А в США вот-вот разрешится главное противостояние этого года. Перед американцами стоит непростой выбор. Сохранить Америку великой, как того хочет Трамп, или сделать вновь нормальной, по плану Байдена. Кто станет хозяином Белого дома, решится уже в эти сутки, пока в США зафиксирована рекордная явка. Досрочно проголосовали более 100 миллионов избирателей. О том, как проходила эта жаркая предвыборная гонка, и каковы шансы потушить пламя протестов после голосования, расскажет Мария Петрашко. Всем привет, я Мария Петрашко, агентство теленовостей. Сохранить Америку великой по-трамповски, или сделать нормальной, по плану Байдена? Что выберет простой американец, мы так и не узнаем. А вот как проголосует коллегия выборщиков, станет известно совсем скоро. К подведению итогов вовсю готовятся простые американские предприниматели, заколачивая витрины в предвосхищении массовых беспорядков. Ведь уже с конца мая в Штатах идет активная предвыборная гонка. И не случайные ожесточенные протесты. Мы делаем это, потому что есть анархисты. Да, потому что это выборы, вокруг много шума и нестабильности. Правда, по мнению демократов, все происходящее в стране в последние пять месяцев – мирные протесты. Подумаешь, по улицам городов разгуливали вооруженные анархисты, объявляя кое-где неподконтрольные даже полиции зоны. А 31% американцев, активно закупающихся оружием, считают возможным начало гражданской войны в ближайшие пять лет. Когда у вас 22 убийства и 88 случаев стрельбы только в Чикаго, это немыслимо. Это хуже, чем в Афганистане. Раз, два, три – убийство, геноцид, война. Четыре, пять, шесть – Америка Великой не была. Пытался сохранить Америку Великой, поддерживая не просто правопорядок в стране, но и заодно свой тающий электорат, а это силовики, полицейские, рабочие, уставшие от массовых беспорядков и порой вынужденные самостоятельно себя защищать. В это время оппоненты-демократы сохраняли пламя в очаге протестов, где-то бездействуя, где-то сокращая финансирование полиции, а где-то попросту отказываясь от спасительной посылки Трампа в виде 75 тысяч федеральных силовиков. У нас есть доказательства, что Антифа и другие подобные экстремистские группы, а также последователи различных политических сил подстрекали к насилию и участвовали в нем. Неужели расовые бунты и трупы афроамериканцев – плодотворная почва для похорон предвыборного рейтинга Трампа? И демократам нужен был лишь повод, ставший инфоповодом? Одних протестов и обвинений действующего президента в системном расизме государства оказалось мало, но пригодился нашумевший доклад Мюллера, едва не ставший в свое время поводом для импичмента Трампа. «Основываясь на моем опыте, все указывают на русскую методичку». И пока 18 продемократических корпораций жертвовали сотни тысяч долларов в фонд протестного движения Black Lives Matter, демократические старики пошли в бой за избирателя. «Если у тебя проблемы с выбором, за меня ты или за Трампа, значит, ты не черный». А ведь избиратель любит ушами, и королю предвыборного стендапа Трампу даже не нужно было ничего придумывать для возвышения над оппонентом. Байден то с избирателями поругается за честь сына в газовом скандале с Украиной. «Ты чертов лжец, мужик, никто не доказал, что мой сын сделал что-то не так. Говори как есть». Кто забудет, куда вообще он баллотируется? «Я кандидат от демократической партии в Сенат США». Кто на дебатах блещет аргументацией? «Заткнись, это не по-президентски». Теперь неудивительно, откуда у чернокожего рэпера Кани Уэста появилась надежда на кресло в овальном кабинете Белого дома. Хотя основное противостояние в США безальтернативно разворачивается между демократами и республиканцами. Шансы у самовыдвиженцев и кандидатов от так называемой третьей партии ничтожно малы, даже если им будут помогать из Вильнюса или Варшавы. Вы, наверное, сейчас думаете, он что-то покурил перед тем, как пришел сюда? Трудно представить, что в США Канье позволили бы создать координационный совет или потом пересечь границу с Мексикой, например, в багажнике. Хотя именно Канье мог откусить лакомый кусок электорального пирога, забрав голоса темнокожих избирателей у Джо Байдена, что так выгодно республиканцу с репутационным шлейфом расиста и любителю отгораживаться от мигрантов стенами Трампу. У бизнесмена традиционная ориентация на средний класс. И пусть в огороде Белого дома камней не сосчитать, от рекордной безработицы, задевшей более 40 миллионов американцев, до антирекорда по числу заболевших коронавирусом, 56% американцев говорят, что их финансовое состояние сейчас лучше, чем 4 года назад при Обаме и его вице-президенте Байдене. А так уж исторически сложилось, что именно толщина американского кошелька – основной предвыборный аргумент. Только вот кто бы не сел за шатающийся стул в овальном кабинете, победа на выборах еще не гарантирует стабилизацию обстановки. Ведь результаты зависят не только от исхода протестов, а раскачивать куда сложнее, чем парировать в воздухе, пропитанном революционными идеями. Еще больше предвыборных подробностей в нашем телеграм-канале АТН Ньюс.